Всем привет! Вы на канале Чудо-Огород Коротко и Ясно и с вами Лариса. Сегодня хочу рассказать о выращивании иустома в домашних условиях и что я обязательно делаю после того, как семена прорастут и откроются семидоли. Это важно, досмотрите обязательно до конца. Но сначала покажу, что нужно делать для продления уже отцветших цветов, чтобы продлить им жизнь. В основном иустома в нашем регионе, это средняя полоса России, выращивают как однолетник, хоть изначально растение является многолетником и в южных регионах растет круглый год. Так как я выращиваю в цветочных горшках, то у меня была возможность занести цветы домой и доращивать в комнате на подоконнике. Сейчас начинается декабрь, а затем январь, а это самые темные месяцы в году, и световой день короткий. Иустома реагирует на свет и хорошо растет в том числе и за счет света, а его недостаток может загубить цветы. Поэтому, если вы собрались выращивать иустому, обязательно сделайте подсветку, иначе результат может не порадовать. Также нужно сделать важное действие для хорошего роста и облегчения нагрузки в зимний период спячки и покоя. Я обрезаю стебли с отцветшими уже цветками и оставляю несколько пар листьев. Также произведу подкормку калийно-фосфорным удобрением. Это калийно-фосфат для укрепления и поддержания корней, а также для будущего цветения, так как на ограниченном пространстве питания не хватает. Ну а теперь о новых росточках малышах, которые начали всходить на 8-10 день. И если приглядеться, то можно увидеть, что начинают пробиваться первая пара настоящих листьев. Так как семена сажаю по поверхности, то и росток получается растет как бы снаружи. И на начальном этапе роста его нужно обязательно потревожить и заглубить до 7 долей. Для заглубления и устомы можно использовать зубочистку, спичку или шпажку, чтобы она была острая и тонкая. Делаю рядом с росточком углубления и аккуратно заглубляю до 7 долей. Уплотняю землю вокруг. Это действие простимулирует рост боковых корней и включится эффект самосохранения. И уже через неделю-полторы растение приживется и начнет свой долгий-долгий рост, так как в первые месяцы и устомы очень медленно развивается. Обязательно увлажню вокруг росточков водой, чтобы земля уплотнилась. Это удобно сделать с помощью детской игрушки. Как видно, семена проросли не все, но это не повод выкидывать эти инкубаторы из торфа. По опыту знаю, что семена могут прорасти и через долгое-долгое время, оставаясь в состоянии покоя. Оставляю контейнер в закрытом виде. Ежедневно буду проветривать и увлажнять грунт по мере подсыхания. Но не буду допускать застоя воды. И обязательно покажу дальнейший результат. Оставайтесь на моем канале. Будем выращивать вместе. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...